Народ озаботился Чечнёй, чувствуется, что дело-то идёт к тому, чтобы всё-таки предоставить независимость Чечне. Что ты думаешь по этому поводу? Я думаю, что проблему страшно запустили. Вот не надо было быть придурками. И когда демократ и западник Жохар Дудаев, пользовавшийся абсолютным авторитетом на Кавказе, чеченский ататюрк, брался это сделать и просил всего-навсего протекторат, и была гарантия, и исламистов никаких ещё в Чечне не было, что там будет европейское государство, Вот тогда и надо было независимость давать. Сейчас ситуацию запустили до того, что от двух войн там завелись и ваххабиты, и исламисты, и чёрт знает кто, чёрные арабы, зелёные арабы, арабы в клеточку, в квадратик. Теперь, конечно, нельзя просто вывести войска и оставить людей во власти Сатрапа Рамзана Кадырова, просто бешеного типа, к тому же со средневековой психологией, которую уже при живой конституции там шариат вёл. Он и говорит, что со сколько-нибудь организованной силой, там, исламисты, там, можно предположить наличие демократически настроенной оппозиции, Кадыров проиграет. Кадыров, конечно, проиграет, если останется один, но у ДС был хороший многоступенчатый план, что теперь-то делать. Теперь понятно, что надо делать. Пункт первый. Россия признаёт свою вину перед Чечнёй, отказывается от всяких прав на неё и просит ООН сделать Чечню государством подмандатным, как когда-то полистил. И этот мандат выдать Соединённым Штатам и Великобритании. Все беженцы, западники, которые остались в живых, такие как Акмед Закаев, вернутся в Чечню. Большая часть чеченского народа абсолютно не хочет никакого исловизма, просто им деться некуда. Когда появится американская и английская армия, когда появятся рабочие места, когда появится защита от этих исламистов, когда вернутся чеченские демократы, такие как Акмед Закаев, российских войск уже не будет, а Рамзан Кадыров здесь убежит. И Рамзан Кадырова не будет. И то есть его точно там не будет. Я думаю, что они сумеют даже меньше, чем за 10 лет, потому что это не Рам всё-таки, подготовить Чечню к нормальному существованию, к выборам, к восстановлению... Продолжение сегодняшней ситуации – это фактически перевод, действительно способный к трансформации нормальной, гражданской, не радикально-исламистской, гражданской форме существования Чечни, перевод её в ситуацию радикально. Вот то, что сегодня делает Рамзан Кадыров, российские войска, чем дольше это будет продолжаться, тем хуже будет стартовая ситуация для восстановления. Это всё очень похоже на Афганистан. Можно довести ситуацию до состояния, когда уже и международные силы не будут справляться. Бандитизм будет так развит, что это просто будет нормальной формой существования. Уходить надо оттуда, уходить побыстрее, уходить цивилизованно, уходить так, не так, как это было сделано в 1993 году, когда фактически окружили колючей проволокой, там и все спецслужбы чем только не занимались. Все торговали оружием и провокациями, или как было после Хасавьорского соглашения, когда начали готовить военные действия. Те же самые спецслужбы, контролировавшие часть бандитов, передававшие им оружие, управлявшие ими и готовившими какую-то нестабильность, какой-то переходной процесс. Это технология действия спецслужб. Уходить оттуда надо, если мы не хотим, чтобы эта война пришла, то есть она уже пришла в Москву, но уже в таком вот реальном виде, с блокпостами, как это в Чечне. Если мы этого не хотим, нужно включать процесс преобразования, понимая, что цель создания демократического государства. И мы это сделать не можем, российские войска и российские спецслужбы. Значит, надо призывать международные силы. А способны эти ребята в Кремле сейчас на такие шаги? Нет. Они будут до последнего момента защищаться. Чем нестабильнее там будет, тем им выгоднее. Чем больше взрывов, чем больше взрывается домов, там, метрополитенов, тем им выгоднее, тем страшнее гражданам. Тем ближе они прижимаются к силовикам, которые, казалось бы, должны их защищать. Так что на самом деле надежды никакой. Ситуация будет с каждым годом все хуже и хуже, пока у нас такая власть. Вопрос в смене власти в России. В свое время, я же задавал, мы очень много спорили об этом, разговаривали с Джохамом Дудаевым. Он сказал, что ключ к демократическому развитию Чечни – это демократическое развитие России. Чечня не станет демократическим государством до тех пор, пока демократическим государством не станет Россия. Продолжение следует...